Сначала я представлюсь, меня зовут Наталья, я тренером и координатором международных проектов, ну не только международных. Я из России, из Краснодара, но в своей нормальной жизни вне карантинов, я как бы живу везде и всюду, и в основном это Германия, Венгрия и Россия, потому что у нас там крупные проекты, я нахожусь как бы одновременно в трех местах. Я представляю организацию Академии инноваций, мы очень активны, мы работаем в основном с программами Erasmus, и вот за четыре года мы уже реализовали более 60 проектов, София у нас участвовала в некоторых наших проектах, и вот скоро, как только все откроется, мы продолжим. Вот, а я работаю, одна из моих специфик – это визуализация, это геймификация, какая там геймификация образовательного процесса, работаю также с образованием в сфере прав человека, у нас много мироходческих проектов, мы очень активно работаем с Россией, Украиной и Германией, с молодежью. И одно из направлений – это коучинг. Я не профессиональный коуч, я не позиционирую себя как суперэксперт, но я пользуюсь определенными методиками, которыми я хочу с вами сейчас поделиться. Это те методики, которые я пользуюсь лично на себе. То есть они просто где-то взяты, я пользуюсь на себе, и также я, когда работаю с людьми, в основном я работаю с моей командой здесь, в Коснодаре, также на них все эти методы, инструменты протестированы. Вот, и я сейчас открою презентацию. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня поговорим о методах принятия решений. Но тут такой формат, я еще очень долго думала над формулировкой принятия решений, думаю, ну вообще в принципе мы принимаем решения очень быстро. Обычно мы принимаем решения там в первые три секунды, но потом у нас начинается очень много всего такого в голове, что мешает нам понять то, какое решение мы приняли. У нас появляются какие-то сомнения, у нас появляются какие-то переживания, мы начинаем думать правильно, неправильно, и наше решение, оно уходит куда-то, куда-то глубоко, и как бы суть вот этих всех методов, по сути, по факту, это наше решение вытащить наружу, да, и понять, что мы, зачем нам это, надо ли нам это и так далее. Вот, и мы сегодня об этом поговорим. И наша встреча будет строиться с того, что мы сначала поговорим о техниках для того, чтобы очистить голову. То есть, как правило, у нас в голове куча-куча всевозможных мыслей, очень много всего, мы постоянно это все думаем, постоянно что-то там перевариваем, да, как жвачку, и иногда это весь лишний мусор нужно убрать, чтобы сфокусироваться на том, что мы хотим подумать, на тех мыслях, которые мы хотим подумать, на тех, собственно говоря, решениях, которые мы хотим принять, либо проанализировать. И поэтому мы разберем сегодня две методики, две техники, и одну из них мы с вами прям вот коллективно можем проработать, такая будет у нас коллективная индивидуальная работа, одну из них мы проработаем. Затем мы поговорим о методах, я расскажу вам о двух методах. Я вот говорила, что я хотела побольше, но поняла, что надо остановиться, и просто мы обсудим два, которые мне очень нравятся. И также мы поговорим о работе с желаниями, как загадывать желания, как работать с нашими желаниями. Ну, а звучит красиво работа с желаниями, но если быть более реалистичными, это больше про целеполагание, как ставить себе какой-то цель, то есть добиться какого-то желания, и как к этому идти. Есть ли у вас какие-то вопросы по структуре нашей встречи? Нету. Значит, мы так... Ой, сейчас, одну секундочку, к нам кто-то... Ага, все. Так, и мы тогда двигаемся дальше. И первое, кто знаком с такой вещью, как фрирайтинг? Встречался ли кто-то с этим? Я нет. То есть фрирайтинг, вообще фрирайтинг, он знаком больше филологам, и это одна из техник в литературе. Это тот момент, когда... Это когда люди... Это когда... Это было в литературе направление, когда писатели просто писали свои мысли, и постепенно этот момент, он как бы как поток сознания, когда мы пишем то, что есть у нас в голове, он пришел в коучинг. Это тот момент, который нам... Тот инструмент, который помогает нам очистить голову. Я его очень люблю и довольно-таки часто на себе применяю. То есть когда у меня в голове начинается куча-куча-куча всего, и я понимаю, что мне от этого уже становится даже морально нехорошо, от того, что у меня в голове, я прорабатываю этим методом, и мне действительно помогает, и действительно прям вот на физическом уровне я начинаю чувствовать себя лучше. И как это работает, что это делает, как это делать? Для начала нам стоит взять листик бумаги и взять ручку. Больше ничего не надо. Рекомендую работать, писать от руки, потому что если мы пишем на компьютере, мозг немножечко по-другому воспринимает. Поэтому как бы мой совет — это писать от руки. И мы берем... Тут есть два варианта. Мы либо берем будильник и ставим его на какое-то определенное время, либо мы просто даем себе время. Главное, чтобы в это время нас никто не беспокоил, ничего не отвлекало. То есть нужно полностью выключить телефон, закрыть двери и убедиться, чтобы какое-то определенное время нас никто не трогал, нас ничего не беспокоило и ничего не отвлекало. И затем мы просто начинаем писать. Просто пишем. Пишем все, что есть в голове. Абсолютно все. Не нужно думать о какой-то там структуре. Не нужно... Мы пишем не сочинение. Просто пишем все, что пришло в голову. Есть советы, но вот там как бы как по всем правилам, можно сфокусироваться на той проблеме, которая вас беспокоит, и вы начинаете это писать. Либо там заставьте, подумайте о тех вещах, которые вы хотите сделать, и писать. То, что работает лично со мной, я просто сажусь и начинаю писать. Как говорится, бумага все терпит. Мы пишем все, что угодно, все, что приходит в голову. Это может быть... Мы пишем о каких-то своих проблемах, и тут же там, ой, на улице так шумно, ой, воды хочется попить, и так далее, и так далее. Все, что приходит в голову. Все свои мысли, все свои проблемы. Поначалу идет немножечко тяжело. Очень сложно сфокусироваться, очень сложно начать. Но потом, со временем, чем больше пишется, тем больше это выходит наружу, и тем больше интересных вещей появляется на бумаге. И есть несколько правил. Ну, тут даже как бы больше рекомендаций, чем правил, да, потому что это такой инструмент, который, ну, мне так кажется, не должен подчиняться каким-то правилам, но это больше как рекомендации. И первое, как я уже сказала, это писать от руки. Потому что если мы пишем от руки, все-таки бумага, рука, наш мозг более связан, и мы немножко по-другому реагируем, чем мы печатаем на компьютере. И нужно писать быстро. Писать быстро, не останавливаться, не анализировать то, что мы пишем. У нас в голове очень часто есть такой как бы внутренний цензор, да, который, внутренний критик, который говорит, вот что ты там за фигню написала, да вот этого не может быть, а вот это не пиши, а вот тут не должно быть. Нет. Цензор на каникулу. Здесь только вы, ручка, листик бумажки и ваши мысли, ваш поток сознания и то, что вы пишете. Пишите, пишите, пишите. Есть ошибки, неважно. Не соблюдаем там знаков припинания, не нужно ставить там точки, писать с большой буквы. Просто поток мыслей, все, что есть. Если мы читаем, если вдруг... И главное не перечитывать. Потому что если мы начинаем перечитывать, включается наш внутренний критик, наш внутренний цензор, который нам говорит, что это ты тут пишешь. Это вот этого не может быть, это не так, это глупо, нужно остановиться. Вообще, что это делаю? И вообще, 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 вообще. То есть мы просто пишем. В одной из рекомендаций я также читала, что пишите там связанными, полноценными предложениями. В моем случае это не работает. Я просто пишу. Хоть стенографировать, хоть сокращать, хоть буквы. Неважно. Главное писать. Пишем, пишем, пишем. И тем самым мы все наши мысли, мы все выплескиваем на бумагу. Мы все эти эмоции отдаем бумаге. И это помогает нам очистить наше сознание, помогает нам на чем-то сфокусироваться. Либо просто, просто освободить свой мозг. Если нет такого, что мне нужно на чем-то сфокусироваться, если я просто хочу освободить свое сознание. Как часто это делать, я не могу вам точно сказать. Для некоторых у меня знакомые это делают каждое утро. Я это делала несколько раз, когда вот уже припекала, и в голове было куча всего, мне нужно было освободиться от этого. Я писала, мне действительно помогало. Я как-то настроилась на то, чтобы, думаю, я буду делать это каждое утро. Вот я встала, я утром, там, минут 10 пописала свои мысли, и весь день я с чистой головой. Но я смогла два дня. Потом вот этот момент, что я должна это делать, сесть писать, я как бы не сама к этому пришла, потому что мне надо, и я поэтому... для меня так не работает. Но для кого как, мы все люди разные, все очень индивидуально. И после того, как вы написали, либо это будильник уже там у вас прозвонил, если вы ставили время какое-то определенное, либо если вы не ставили время, вы просто писали, 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 и просто вот закончился поток этого сознания, и писать уже больше нечем, вы останавливаете. И вы перечитываете. Вот сейчас тот самый момент, когда вы перечитываете то, что вы написали. Тот самый момент, когда вы уже анализируете то, что здесь написано. И здесь вы уже можете увидеть, что вас беспокоит, какие у вас проблемы. Могут на своем собственном примере, могу сказать, иногда появляется такое, что я и подумать не могла, что вот это есть в моей голове. Ну вот оно оказалось на бумаге. И вот эти моменты вы уже анализируете и смотрите. Что делать потом с этим листом, решать вам. Если, допустим, опять-таки, с какой целью вы писали этот фрирайтинг, если у вас, допустим, было много какого-то негатива в голове, которого хотелось бы там выплеснуть на бумагу, то этот листик можно потом вплоть до того, что сжечь. Если это что-то такое, что вы нашли что-то интересное, какие-то интересные мысли вы там подчеркнули, то его можно сохранить и подчеркнуть эти мысли и так далее. Как с фрирайтингом? Понятно, что это такое? И зачем это нужно? И есть ли какие-то вопросы, комментарии по фрирайтингу? Мне понятно. Я пока не знаю. Только единственное, когда я соберусь это делать. Ну, тут момент надо просто сесть и начать делать. И я лично к этому пришла в тот момент, когда мне вот припекло. А кому-то это помогает. У меня вопрос. Ты говорила, что с одной стороны главное не перечитывать, да, что пишешь, а потом мы в конце... То есть мы читаем, но в конце, правильно я понимаю? Да, да, Жень. Когда ты пишешь, главное не перечитывать, чтобы не торопить вот этот поток сознания, который у тебя в голове. А вот потом... Ну, опять-таки, тут все очень индивидуально. Если у тебя был такой... Вот я, допустим, могу привести личный пример. У меня была не очень там в жизни ситуация, и мне было вот морально плохо. И я вот все это прописала, и потом я уже не перечитывала. Я просто этот листик уничтожила, и вот мне прям физически полегчало. Тут уже как бы зависит от того, с какой целью это делается, и зачем это делается. Если это просто прочистить мозг, и понять, что в твоей голове в данный момент творится, то да, я советую перечитать, проанализировать и понять. Если этот момент избавится от чего-то, что беспокоит, ну, может быть, и не стоит это все перечитывать. Но опять-таки, все очень индивидуально. Есть еще комментарии по фрирайтингу? Нет, пока. Когда мы пойдем к следующему, не будем здесь задерживаться, пойдем к следующему, я покажу мой любимый инструмент. Я это просто упражнение обожаю, и очень часто его делаю. Кто-нибудь когда-нибудь слышал про 16 ассоциаций? Он, это такое немножко адаптированное упражнение, да, основанное на методе свободных ассоциаций Юнга, но если в том немножечко так заморочено, то здесь все как бы больше на таком простом уровне и более доступно. Мы можем это проработать с вами вместе здесь сейчас, если у вас есть листик и ручка, но как мы будем его работать, это будет очень индивидуально. Я говорить буду, что нужно делать, а вы это делаете, но результат, ну, как бы процесс мы не озвучиваем. То есть это остается вам лично, то, что получается, мы не озвучиваем. Просто мне бы хотелось, чтобы мы это попробовали сейчас с вами вместе. Есть ли возможность у вас взять листик и ручку? Вот из-за стиля, может быть, компьютер. Да, я взяла. Я уже сижу с ним. С суком и ручкой, да? Ну, Рана, Светлана, есть такая возможность? Да, 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 я уже сижу с ручкой, Светлана. Все с ручками и с листиками, да? Отлично. Отлично, отлично. Супер. Вот, что мы сейчас делаем? Подумайте сейчас о каком-то вопросе, какой-то ситуации, возможно, о каком-то человеке. Что-то, что вас в данный момент беспокоит. Ну, мы не берем какие-то там глобальные проблемы, а что-то, что вот на вашем вечно уровне, да, на человеческом уровне, что вас сейчас беспокоит. Может быть, работа, можете записать это одним словом, да? Может быть, учеба, может быть, я не знаю, какие-то там личностные отношения, может быть, еще что-то, может быть, там деньги или еще что-то. Подумайте сейчас на каком-то таком вот, что бы, по поводу чего вы хотели бы навести себе такой небольшой упорядочек в голове. И запишите это просто вот наверху листика каким-то там одним словом, либо каким-то словосочетанием. Очень коротеньким, мне нужно писать сочинение, тут у нас не фрирайтинг, тут у нас все-таки коротенькая слава напишет. Как напишете, дайте знать. Опять-таки, мы не озвучиваем это слово, мы не озвучиваем то, что вы пишете. Это ваша индивидуальная работа, просто мне хочется, чтобы мы все вместе об этом поработали, но это ваша, это ваша работа, и вы как мне не озвучиваем это. Только если вы с вами этого потом захотите, мы можем обсудить. То есть только слово, я тоже написала. Слово, либо сочетание. Можно сейчас глубоко не копаться, потом я просто хочу вам покатить упражнение, потом вы можете его сами для себя прорабатывать. Даже если вы знаете структуру этого упражнения, все равно потом оно работает каждый раз, как первый раз на собственном опыте. Хорошо, я тоже тогда готова. Так, получается все у нас написали. То есть мы написали вот это слово вверху листика. Что мы делаем дальше? Мы смотрим на это слово, и в столбик пишем 16 ассоциаций, связанных с этим словом. В столбик мы ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тогда 16, и ассоциации к этому слову. Опять-таки мы здесь не анализируем, мы ни о чем не думаем, мы просто пишем в столбик 16 ассоциаций, просто вот. Если, допустим, ну я не буду вам говорить примеры, чтобы не сбивать, да, потому что, просто столбик записываем, ассоциации с этим словом, либо с этим сочетанием. Не думаем о своей личной ситуации, просто вот именно с этим словом, либо с этим словосочетанием. Наташ, вопрос на уточнение. То есть мы должны все-таки взять какую-то ситуацию, которая нас волнует сейчас, ее обозначить одним словом и ассоциацией с этой ситуацией. Да, не со словом именно, потому что словом… Ну да, 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 который вот у вас вот с этой ситуацией. Ну, как напишите там, ну, в чатах, может быть, написать там, да. Вот, теперь у нас получилось в столбик от 1 до 16, 16 ассоциаций с этим, с этой ситуацией, да, которая вас беспокоит. Теперь мы берем первое и второе слово, объединяем вместе, такой как бы фигурной скобочкой, да, и теперь мы подбираем ассоциацию к этим двум словам. То есть если это была, допустим, работа, и там слова были, я не знаю, там, доход и деньги, мы их объединили, и тогда там общие вывожу там награды, там, да, какие-то такие вот. Мы объединяем первые два слова и подбираем к этим первым двум ассоциациям. Потом мы берем третье, четвертое слово, объединяем и подбираем к нему ассоциацию и так далее. А если слова повторяться не должны, если вдруг у нас повторяется слово, мы его не пишем, мы его пишем где-то там, ну, отдельно себе на листике помечаем и оставляем его. И теперь вот эти вот ассоциации, которые мы выводим из двух слов, они уже не должны относиться к ситуации, они уже относятся именно к вот этим двум словам. Затем понятно, что мы делаем? Наташа, а первые 16, они должны были не к слову иметь ассоциацию, а именно к ситуации, которую... Жень, как ты чувствовала в тот момент? А, ясно, ясно. А скажи, пожалуйста, может ассоциация быть из двух слов, которые объединила одно из них? Да. Ну, то есть мы теперь, главное, что потом мы вот по два объединяем их, да, и выводим одно, и у нас должно в конце появиться восемь слов. Таша, вот, ну, примерно, например, первая-вторая ассоциация у меня был проект и сложность. То есть теперь к этим двум словам, то есть уже не конкретно этой ситуации, просто берем, что вот эти два слова, с чем они могут ассоциироваться. Да, да, да. Вот эти два слова объединила, и уже от ситуации ты уже отходишь, и ты уже фокусируешься на вот этих вот двух словах, и как и там проект сложность, можешь их свести в кучку и подобрать к ним одно ассоциация. Понятно. Если слова у нас начинают, если слова начинают повторяться, да, если, допустим, несколько раз у меня там слово проект влазит, то я слово проект второй раз не пишу, но я себе ее помечаю где-то отдельно, что вот это слово у меня вылезло там несколько раз. Расскажу, что дальше делать. Теперь мы делаем то же самое с вот этими восемью словами, да, мы также их объединяем по два слова и выводим ассоциацию с этими двумя словами, и у нас в конце должно появиться четыре слова. У меня такая проблема здесь, что когда я объединяю слова, оно мне дает одну из 16 ассоциаций, как это, которая у меня есть. Так можно? Это слово ты выписываешь отдельно и постарайся перефразировать, написать другое слово. Если слова у тебя повторяются, да, то ты это слово отдельно выписываешь и пишешь что-то другое, ну, может быть, что-то похожее, может, просто с другим синонимом, вот, другим словом, может быть. Окей. Ну, это слово запомни, которое повторялось, выпиши его себе отдельно. Запомни прямо после. Я вот не очень поняла последний комментарий, который, ну, ранее ты дала. То есть, если появляется что-то, что уже было в первых 16, получается, мы не можем их использовать? Не используем, просто это слово пишем отдельно, ну, можно каким-то синонимом его заменить. Помнишь, ты там говорила, спрашивала, есть ли из двух слов, которые мы сначала объединяем, одно можно взять? Ты говорила, что можно. Да, да, можно. А можно это... Ну, смотри, ну, вообще, в принципе, по правилам нельзя повторяться слова, но если прям вот, ну, вот оно действительно вот прям вот повторяется, повторяется, да, ну, вот ничем я его заменить не могу, да, вот оно вот здесь только это слово, то пишем его, да, пишем его, да, но просто запоминаем то слово, которое у нас несколько раз, вот оно появлялось. Наташа, пока остальные пишут, я хотела задать вопрос. А вот когда мы эти ассоциации придумываем, это должно быть вот первое спонтанное, что пришло тебе в голову? Или всё-таки надо подумать, повыбирать, что больше подходит? Ну, тут, ты знаешь, больше, что тебе откликается. Если это тебе пришло первое в голову, и ты его написала, и оно тебе идёт, ну, это да. А если ты его написала, ты чувствуешь, что, блин, ну, вот, ну, что-то не по. Надо что-то как-то вот подумать. То тогда лучше... Есть ли какое-то правило, ну, вот, например, сколько времени надо думать? То есть иногда бывает, говорят, там, надо быстро-быстро, вот, чтобы пришло в голову, то и пишешь. Или тут можно сидеть, размышлять? Я считаю, что очень всё индивидуально. И тут как бы говорить, что всем вот... Вот кто-то, кому-то нужно быстро написать, лишь бы написать, и не факт, что это моё. А кому-то нужно... Ну, и этому человеку нужно сесть и глубже все покопаться и прописать. Я бы не спешила. Ну, как бы, тем более, если это что-то глубинное... Одно дело, если что-то поверхностное, да, там какое-то, я не знаю, новое платье, я там его анализирую, да, как оно мне там придёт. Это одно. А другое дело, если я анализирую какой-то там глобальный... Меня беспокоит какой-то глобальный перемен в жизни, как там переезжать мне в другой город или не переезжать, я анализирую там переезд. Да, или... Я бы подумала, по-моему. Понятно. И когда мы написали вот эти четыре слова, да, у нас получились, мы повторяемся, да, и у нас должно остаться два слова. И когда мы доводим до двух слов, мы эти два объединяем и выводим одно последнее. То есть мы доходим до того, что должно получиться в конце одно слово. Мы тогда начнём. Я расскажу ключ, так говорится, к этому упражнению. Там уже посмотрим. Вот смотрите. Вот первый столбик, да, первые 16 слов, которые вы написали, это те вещи, которые вы пишете осознанно. Это то, как вы осознанно воспринимаете эту ситуацию. Тут идут какие-то моменты вашего личного опыта. Тут есть какие-то ваши личные убеждения, установки. Какое-то отношение к ситуации. Но здесь больше оно, это не ваше глубинное, это больше то, что приходит к вам извне. Это то, что приходит из социума. Это какие-то ваши стереотипы, связанные с этой ситуацией. Какие-то штампы, какие-то ассоциации, но ассоциации, которые осознаваемые, которые вы отдаёте себе отчёт к этой ситуации. То есть первые 16 слов – это то, что вас связывает с ситуацией, но связывает более осознанно, более такое неглубинное, более, я бы сказала, поверхностное, и более такое, что нам даёт общество, что нам даёт социум, который вас окружает. Затем мы смотрим следующие 8 слов. Вот у нас первые 16 мы проанализировали. Смотрим следующие 8. Здесь всё уже чуть-чуть поглубже. Тут уже идут какие-то наши подсознательные мысли, которые ассоциируются именно с этой ситуацией. Здесь можно этот столбик проанализировать и здесь найти какие-то ваши ограничивающие убеждения, связанные с этой ситуацией, какие-то препятствия. Здесь вот тот момент такой, уже чуть-чуть более подсознательный и более такой, какие-то вот препятствия, какие-то то, что вам мешает более-менее. Здесь могут быть какие-то блоки, может быть, внутренние, которые у вас связаны с этой ситуацией. Если здесь есть что-то негативное, если здесь больше каких-то позитивных ассоциаций, то это уже просто ваши более-менее подсознательные мысли, связанные с этой ситуацией. И следующие четыре — это уже наши эмоции. Это уже какие-то эмоциональные отклики на эту ситуацию. Это уже то, что откликается у нас внутри именно с эмоциональной точки зрения. То есть это уже не мысли, это еще глубже. Это то, что как бы мало поддается нашему контролю. Это уже наш эмоциональный облик вот этой ситуации для нас. То, как мы эмоционально над этим реагируем. На это реагируем, на эту ситуацию. И последний столбик, вот этот столбик, где два слова и финальное слово, он называется треугольником решения. Вот эти два слова, их еще называют корень проблемы, если там какая-то у вас проблема. Это именно ваши глубинные, ключевые ассоциации, связанные с этим словом. То есть это ключ к решению этой проблемы или к вашему отношению к этой проблеме, к этой ситуации и так далее. Здесь скрыто ваше наиболее глубокое, самое-самое глубокое отношение к этой ситуации. А также и как бы решение этой ситуации. У кого как совпало? Есть ли какие-то комментарии к этому? Ну, я не могу сказать, что вот эти два слова, предпоследний этап, это прямо вот как решение, как ось проблемы. Но последнее слово, оно совпадает именно с моим мнением о ситуации, о проблемной. Я не знаю, может быть, я сознательно привела к этому все-таки. Ну да, вот последнее слово, это вот именно истинное отношение к этой ситуации. То, что действительно вот оно внутри. Да, Нуран, первый сложный. Сложный такой. Потому что он не ваш. Потому что он пришел снаружи. Поэтому первый столбик был самый сложный. Ну и вообще, это упражнение может приходить каким-то вот просто вообще неожиданным результатом. Я когда делала первый раз, я увидела последнее слово, но я вообще неожиданно. Как бы глубоко внутри я знала, что это оно. Но когда я увидела его на бумаге и поняла, что вот так, то это действительно работает. И дальше, что мы можем с этим делать? Да, ну вот мы прочитали. Вот у нас мы написали, мы ввели это последнее слово. Что можно с этим делать? Есть несколько моментов, да, что мы можем делать. Во-первых, мы можем их проанализировать, да, и понять, в каком столбике у нас больше негативных ассоциаций. С чем нам стоит больше поработать. Если, допустим, в первом было очень много какого-то такого негатива, то, может быть, стоит пересмотреть наши отношения в социум, или как социум к нам относится, да, или то, как я реагирую на общество вокруг меня, и так далее. То есть мы анализируем, что это вызвало, почему это пришло, откуда это приходит. Если мы говорим, допустим, про следующие восемь, да, где у нас уже подсознательно, может быть, здесь сидят наши какие-то страхи, наши какие-то блоки, которые связаны с этой ситуацией. И тут можно посмотреть, как, что мне стоит здесь проработать, как мне стоит это такое пощупать. Либо если это четвертый, где четыре слова столбик, да, где мои эмоции, может быть, здесь у меня пошел какой-то негатив, может быть, мне стоит как-то поработать со своими эмоциями и посмотреть. То есть, опять-таки, это такое упражнение, которое, ну, я бы советовала его делать индивидуально, поэтому говорю, что мы не говорим вслух, да, ваши там слова, если мы не хотим так поделиться, да. Он очень индивидуальный, это очень много внутренней работы. Хотя его также можно прорабатывать и с кем-то, и проговаривать. Потому что когда мы проговариваем, это все-таки тоже очень реагирует, очень помогает нам менять. И что можно сделать? Можно, ну, это один из методов, что вы можете сделать. Либо вы можете вывести это последнее слово, проанализировать свои эмоции и подумать, как с этим работать. Либо можно, как такой один из методов, это переписать деструктивный код. То есть посмотреть, еще раз пройтись по своему списку и, возможно, какие-то негативные слова заменить на позитивные, да. Более вот, как есть, да, одна из методиков, методик, когда мы наши установки выгружаем, переделываем и загружаем обратно. Здесь можно проработать в таком же смысле, поменять свои какие-то ассоциации. Также есть такой, один из методов, как там, допустим, визуальный, да, если люди визуалы, то можно, если результат был позитивный, его нарисовать и запомнить, сделать как какую-то такую картинку, да, вот мой результат, решение этой ситуации. Вот. Есть еще комментарии к этому инструменту, или мы двигаемся дальше. Будем двигаться дальше. Как можно сделать? То есть я пришлю всю эту презентацию вам, если вам потом будет желание с этим всем поработать, то вы сможете с этим поработать самостоятельно. А также вот мы говорили, что слово у нас несколько раз, если повторялось, да, вот, что с этим делать? Раз это слово несколько раз повторяется, значит, оно у нас где-то откликается, значит, это где-то у нас застряло. Тогда можно с этим словом также проработать по ассоциациям и посмотреть, что это, почему это у нас цепляет, почему это у нас возникает в сознании, откуда это все у нас появляется, и что нам с этим всем связано. Мы тогда двигаемся дальше. И теперь мы поговорим о методиках именно принятия решений, осознавания своих решений. Я бы сказала здесь больше анализируя наши решения, что с ними делать и как это все, как с ними работать. Кто-нибудь когда-нибудь слышал про стратегию Олта Диснея? Я вот сейчас не могу сказать, вот мне вполне вероятно, что мне где-то попадалось, и я даже, может быть, читала. Ну, что конкретно, я сейчас не могу сказать совершенно. Да, вот Норана тоже с этим сталкивалась, да, как вот, что для работы он, для анализа проектов, да, 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 для начальной стадии проектов, да, да, да. Вот его можно как применять как в проектном менеджменте, так его можно применять и в своей какой-то личной ситуации. Ну, вот, я думаю, что все знают про метод шесть думающих шляп, когда у нас там шесть шляп разного цвета, и каждая шляпа характеризует какое-то наше состояние, да, и мы применяем, применяем эту шляпу на себя и входим в это состояние и обсуждаем. Но про него, например, много знают, а вот этот Олд Дисней, он чем-то похож, но у нас будет здесь, в этом три персонажа, три характера. У нас будет мечтатель, реалист и критик. Вот, допустим, вы хотите поговорить о какой-то там, вот у вас какая-то ситуация, либо какое-то решение, которое вы хотите принять, да, что-то, о чем-то вы хотите подумать, что-то вы хотите сделать. И мы должны будем примерить на себя три роли. Но, опять-таки, если я это анализирую как сама себе, я одна, это как момента саморефлексии, внутреннего моего диалога, я могу каждую роль примерить на себя сама. Если это какая-то групповая работа, это очень хорошо подложиться на групповую работу, то можно, допустим, взять трех человек, и эти три человека будут примерять на себя рот. Нам нужен будет мечтатель, нам нужен будет мечтатель, реалист и критик. Соответственно, мечтатель – это мечтатель. Это человек, который что-то создает, это человек, который творит, который не думает о реальных вещах, который просто творит. У нас есть реалист, который стоит твердо на земле, который продумывает свои шаги, обдумывает реалистичность этого решения, стоит это делать и не стоит. И также у нас есть критик, который просматривает всевозможные риски данной ситуации. И что мы делаем? Мы хотим принять какое-то решение. Мы хотим, ну, я не знаю, допустим, я хочу поступить в университет, получить еще одно высшее образование. И я хочу это проанализировать, что это мне не стоит делать, и как это стоит делать. И я для начала отправляю это свое желание, этот свой проект к мечтателю. И что делает мечтатель? Мечтатель творит. Тут мы можем себе представить, что я уже достигла этой цели, что я уже поступила там в университет. И тут мы представляем, как я вижу эту ситуацию, как я выгляжу в этой ситуации, где я нахожусь, что меня окружает, какие люди вокруг меня, как я к себе отношусь и так далее, и так далее. То есть здесь мы не ограничиваем себя какими-то там, а как я это сделаю, а как я поступлю, а ну этого не может быть, так не будет. Нет, здесь мы просто творим. Мы мечтаем. Здесь, если я сама себя анализирую, я сама себе примеряю эту роль мечтателя, я просто мечтаю. Попоминаем, как мы там в детстве мечтали. Если это какой-то человек у нас поступает, если у него какая-то групповая у нас работа, то мы не ограничиваемся мечтателем. То есть у нас проект мечтателя. Мы творим, мы мечтаем. После того, как мечтатель намечтал проект, все проанализировал, у нас появилась такая красивая радужная картинка, мы отправляем этот проект к реалисту. Что делает реалист? Реалист уже оценивает этот проект с точки зрения его реалистичности, насколько он реален, насколько он может быть воплощен в жизнь. И тут мы уже смотрим, что необходимо сделать, чтобы это поступить. Если я, допустим, хочу поступить в еще один университет, что я должна для этого сделать? Ну, хотя бы определиться с того, что я хочу изучать, либо куда я хочу поступать и так далее. Какая должна быть последовательность у нас действий? То есть здесь мы опускаемся на землю и смотрим на этот проект с точки зрения реалиста, с того, как, насколько этот проект реален, чтобы его оплатить в жизнь. И что мне для этого надо? Что я должна для этого сделать? Что у меня есть уже? Что я могу? Что мне нужно приобрести? Какие знания получить? И так далее, и тому подобное. Кто мне может в этом помочь? И так далее. И затем, когда мы это все уже смотрели с реалистичной точки зрения, мы пересылаем этот проект к критику. Что делает критик? Он, соответственно, смотрит риски. Какие риски могут возникнуть в этой ситуации? Он анализирует. То есть кому может не понравиться идея? Какие здесь слабые места? Что может меня остановить? И так далее. И мы записываем риск номер один, риск номер два, риск номер три. То есть я, допустим, в своей ситуации получения еще одного образования могу подумать, риск номер один, но у меня может просто физически не быть на это время. Либо это, не знаю, очень дорогое обучение, либо еще что-то. И мы прописываем все риски, максимальное количество рисков, которые у нас могут возникнуть на пути реализации своей цели. Следующее. Мы написали, прописали все эти риски. Все, что может нам помешать. И теперь мы это все обратно отправляем реалисту. Мы с роли критика входим в роль реалиста. Что делает реалист? Он у нас смотрит. Ага, у нас есть риск номер один, и как можно его устранить. Если для меня риск номер один в моей ситуации это просто физически нехватка времени, если это, допустим, обучение здесь, в моем городе, то что может быть? Может быть, меня устроит онлайн обучение? И так далее. То есть я прописываю на каждый риск, который у меня возник, возможность его устранения. Если, допустим, меня пугает, что обучение может быть дорого, возможный способ устранения этого риска это получить какой-то грант, или найти какую-то программу, которая поможет мне получить образование. И так далее, и тому подобное. И на каждый риск мы находим вариант его устранения. Это может быть любое количество, мы не ограничиваем все. Двигаемся дальше. И как только мы это сделали, что мы делаем? Либо мы отправляем это опять мечтать, или мечтать смотрит, вот из того, что получилось, действительно ли это то, что я хотела изначально, действительно ли это так, и так далее. И если все меня устраивает, если все прекрасно, если все хорошо, то что я делаю? Я начинаю ставить свои цели, и я начинаю делать первый шаг. Какой шаг я сделаю? Когда я его сделаю? И я этот первый шаг прописываю. Очень важно, я думаю, мы все это знаем, что когда мы прописываем цели, что мы должны поставить даты их исполнения, наших шагов. Если я делаю какой-то шаг, когда я его сделаю? Потому что шаг, опять-таки, вернемся к моменту поступления, шаг определиться, что я хочу учить, он может быть бесконечен. Я могу годами сидеть и думать, куда я хочу и что я хочу. А если я себе поставила крайний срок, допустим, к концу недели я должна с этим определиться, то я уже к концу недели должна с этим определиться. и так далее. Вот он такой вот метод Диснея. Есть ли комментарии на этот метод? Наверное, надо сначала как-то попробовать себе с каким-то своим желанием проработать, тогда какие-то вот у меня будут. Потому что на первый взгляд ну все понятно, достаточно, просто элементарно. Да, да, да. Ну, мы, я покажу еще один метод и расскажу про методику исполнения желаний. И вот, и двигаемся мы к следующему, это стол менторов. Встречались ли с таким? Стол менторов, ну, он чем-то даже вот похож на вот этот метод Диснея, но если в методе Диснея у нас есть определенные характеристики людей, да, которые мы отправляем, то есть тут мы говорим не о людях, а мы говорим о таких, это даже не человек, это персонаж, да, который наделен определенными характеристиками. То есть это мечтатель, он мечтает и творит. То в столе менторов немножечко по-другому здесь мы опять-таки выбираем какой-то вопрос, на который бы нам хотелось получить ответ. Опять-таки этот метод мы можем применять как индивидуально для самих себя, в личной работе, внутри себя, так и это может быть какая-то групповая работа, когда у нас несколько человек. И что мы делаем? Вот мы формируем вопрос, на который мы хотели бы получить ответ. И затем мы думаем о трех персонажах, с кем бы мы хотели поговорить по этому поводу, чье мнение мы хотели бы услышать. Почему я говорю персонаж? Потому что это может быть как человек, это может быть какая-то знаменитая личность, это может быть какой-то, не знаю, может быть литературный герой, который там существовал, человек может быть либо живой, либо неживой, это может быть какой-то, не знаю, там волшебный артефакт, то есть что угодно, там шляпа из Гарри Поттера, и так далее. То есть мы представляем себе три каких-то персонажей, с которыми бы мы хотели поговорить по этому поводу, с кем бы мы хотели обсудить. Может быть это кто-то из родственников, может быть это кто-то из людей, может быть это просто проходящий мимо человека, мы хотим абсолютно постороннего человека спросить об этой ситуации. То есть мы себе в голове определяем трех персонажей, с которыми бы мы хотели бы про это поговорить. Затем мы себе представляем место, где мы хотели бы это поговорить. Зачем это нужно, представлять место? Затем, чтобы мы более расслабились и более вошли вот в этот момент внутреннего общения. Потому что если мы сразу начинаем говорить с воображаемыми персонажами, это уже как-то странно, может показаться. Когда мы представляем место, максимально в деталях мы его представляем, где мы находимся. это может быть дом, это может быть какой-то институт. Опять-таки в зависимости, о чем мы хотим поговорить. Если я хочу поговорить о каких-то вопросах внутренней, может быть я мало отдыхаю, я хочу про это поговорить. И тогда, может быть, я проведу эту встречу на пляже, я представляю себе пляж. Может быть, я хочу поговорить с кем-то, находясь в лесу. И так далее. То есть мы представляем себе место и постараться нужно его представить себе в максимальных деталях. Чтобы помочь мозгу расслабиться и начать думать и творить. И затем мы приглашаем первого гостя. Я делала это упражнение, и у меня человек, с которым я работаю, она просто физически со мной ставили три стула, и вот она фактически садилась на один из этих стульев и представляла себя в роли вот этого гостя, которого человек пригласил. Такому мы представляем себя на месте того персонажа. Если я представила себе шляпу Гарри Поттера, то я представляю себя реально шляпой Гарри Поттера. И задаем вопрос, который нас беспокоит этому персонажу. То есть это все понимаем, какой-то внутренний идет диалог. И мы задаем этот вопрос. И отвечаем на этот вопрос с точки зрения этого персонажа. Как этот персонаж нам бы ответил? Если мы представляем себе какого-то своего родственника, у которого мы хотели вносить совет, мы отвечаем так, как ответил бы этот родственник. Попытаемся смотреть на эту ситуацию глазами другого человека либо другого персонажа, у которого мы спрашиваем ответ. И, соответственно, когда мы получаем ответ, мы благодарим. Зачем это нужно? Благодарить, чтобы мы как бы завершили этот диалог, и мы могли перейти уже к другому персонажу, мы, соответственно, приглашаем уже другого персонажа, и также ему задаем вопросы, и также получаем ответ. То же самое мы делаем с третьим гостем. И как бы завершаем это все, благодарим этих гостей, получив эти ответы, мы можем попросить какого-то напутствия от этих людей. и получаем это напутствие и спрощаемся. Мы потом подводим резюме, и это такой большой-большой внутренний диалог, такая вот большая внутренняя работа, и она дает действительно такие неожиданные результаты. И опять-таки это может быть либо работа ваша личная с самим собой, либо можно попросить кого-то, кто бы поработал с вами, и направлял вас вступать в эти вот различные роли и смотреть на ситуации с различных сторон. Есть ли комментарии к этому методу? Тогда мы двигаемся дальше. И у нас теперь исполнитель желаний. это то, как мы можем работать с нашими желаниями. Это то, как мы можем не загадывать желания, прорабатывать свои желания. Ну и пункт первый, первый шаг, это, собственно говоря, продумать само желание. Это его написать. И здесь нам нужно подумать очень-очень конкретно. Нужно именно, если мы прописываем какое-то желание, оно должно быть четким, конкретным и понятным. Мы не используем частичку «не». Мы пишем реальное желание, мы не пишем моментом каких-то там сказочных моментов. Мы пишем реальные, какие-то конкретные, достижимые желания. да, на которые реально могут сбыться. То есть наше желание нужно хорошо-хорошо продумать. Желание «хочу стать владычицей морской», оно как бы, ну, не всегда может свободно, не всегда может исполнить. Первый пункт, мы продумываем это желание, мы его прописываем. Второй пункт, мы, если мы подумали о каком-то желании, мы думаем о том, когда оно должно исполниться. И опять-таки, мы здесь должны быть очень реалистичны в наших желаниях и в сроках. Желание «я хочу похудеть на 10 килограмм за неделю», ну, оно как бы может, конечно, реализоваться, но оно будет очень дорого мне стоить в формате моего собственного здоровья, да, и так далее. Затем нам нужно подумать, зачем конкретно нам нужно это желание, зачем, что мы хотим. И тут можно покопаться в формате того, насколько, что сейчас я загадываю, то ли это мое действительно желание, то ли это способов достижения. То есть, допустим, если я говорю, хочу, не знаю, там, много денег, и когда я анализирую, зачем я хочу много денег, зачем, зачем? Я хочу купить себе машину. То есть, соответственно, значит, мое желание купить машину, а имение денег – это уже просто способ их достижения, этого желания. Поэтому в этом пункте я бы хорошо бы проанализировала свои мысли. Здесь такая глубинная работа, и здесь нужно быть честными с самим собой. И что мы для этого готовы сделать? То есть, если я хочу что-то, что я готова для этого сделать? Сидеть на месте и хотеть – так не работает. Тут нужно, какие шаги я готова для этого сделать? Что вокруг меня уже есть? Что мне может помочь в реализации моего собственного желания? И так далее. Затем мы на это желание стоит посмотреть, насколько оно экологично, насколько оно не причинит кому-то вред, насколько оно, ну, как бы я сказала, безопасно, и насколько оно, как сказать, не сделает что-то плохое окружающим. И затем мы уже анализируем, да, чего мне не хватает, чтобы я это получила, что мне нужно сделать, какие мне для этого нужны ресурсы. И затем мы можем подумать о других людях и посмотреть, кто получит пользу от того, что я реализую это желание. Затем мы смотрим, отправляем к нашему критику наше желание и смотрим, кто может меня остановить, что, какие могут быть риски в этой ситуации. Ну, и затем мы прописываем, опять-таки, да, возвращаемся к нашему первому шагу, что мы готовы сделать прямо сейчас, чтобы это мое желание исполнилось. И я бы потом прошлась бы еще раз и еще раз бы все проверила, все ли я правильно написала или все ли я действительно осознала. Вот такой вот метод исполнения желания. Есть ли у кого-то комментарии? А у меня вопрос. Вот это желание, мы пишем то желание, которое вот, как сказать, бывает такое, что ты сидишь, а вот хорошо бы было бы вот это, но сделать первый шаг и хотя бы сесть вот так вот про пункт там прописать, у меня нет желания. У меня есть желание что-то получить, но нет желания вот это делать. То есть, получается, что у меня просто нет мотивации, правильно? Да, да. И как? Нет, это не истинное желание. То есть, допустим, ну, тоже зависит, если я сижу и говорю, я хочу кофе. Ну, мне так лень прописывать все эти пункты, иду и просто себе сделаю кофе. Действительно, как ты говоришь. Ну, и сколько усилий надо приложить, сколько времени на это уйдет. То есть, тут уже вопрос ресурсов возникает. и насколько ты готов вообще, сколько времени своего ты готов в это дело посвящать, этому делу посвящать. Да, да, да. Насколько ты готов в это вкладываться, насколько ты готов с этим идти. И почему вот этот вот момент, да, прописывания вот этих всех пунктов и так далее, это же тоже очень хороший инструмент проанализировать, насколько ты это хочешь. И если ты не готова сесть и прописать там 10 пунктов, тогда, значит, я этого не так уж и хочу, раз я не готова сесть и вот это вот все проанализировать, задумать. Может, это как бы не очень-то мне и надо. И как-то, да, правильно, София сказала, нет мотивации. Нет мотивации, тогда вот, может быть, оно как бы не совсем твое не совсем. Тогда имеет смысл подумать о другом каком-то желании. Да, да. Подумать, что действительно важно. Поэтому вот этот вот такой хороший момент прописывания всех пунктов. Если ты уже решилась на то, чтобы их прописать, то уже явно тебе этого хочется, это уже явно твое желание. Понятно. Есть ли у кого-то еще комментарии? Вот, вот. Я правильно тебя понимаю, что вот, когда мы говорили о самокоучинге, это как раз вот это вот последнее упражнение, когда мы работаем со своими желаниями? Да, да. Но тут как бы по факту оно все к этому и приходит, да? То есть оно все является между этим самокоучингом. Это все то, что мы работаем сами с собой. Мы прорабатываем свои желания, прорабатываем наши решения. Мы прорабатываем наши какие-то внутренние моменты. То есть, в принципе, любой из этих инструментов является инструментом самокоучинг. Надеюсь, были полезные какие-то инструменты, которые бы поможут. Есть ли еще какие-то комментарии? А давайте включимся лицами. Можем остановить запись? Да, я могу установить запись. Продолжение следует...